Тивирп, я хочу спать. Это все, что я хотела сказать в этом видео. Пока. Обманула. Сейчас поеду в Киров, чтобы купить себе что-нибудь. Это, кстати, моя бабулечка. Познакомьтесь, она вот застеснялась сразу. Напишите ей добрый комментарий, ей будет приятно. Она читает комментарии. Вообще есть здесь? Очень, очень. В общем, мне ничего не нравится. И я посмотрела здесь. Мне понравились штаны, но я не могу их купить, потому что отдел почему-то закрыт. Пол закрыт. Летим с мамой на второй этаж за одеждой. Мы идем в другой магазин, потому что Тому ничего не могли найти. Ну как, мне ничего не нравится. Я набрала много кофточек померить, а бюджет у меня не очень большой. Я зашла в свой отдел. Меня больше интересуют пельмешки, ежели одежда. Едем домой варить пельмешки. Ну я как всегда, в общем-то, да. Я приехала домой, и сейчас я устала, но невзирая на усталость, я сейчас хочу вам показать свои покупочки. И еще меня там ждут уже пельмешки, а я сейчас буду вам показывать свои новые вещи. Я купила вот такую вот толстовочку, и она мне очень понравилась. И понравилась она мне вот этим вот рисунком. Если бы не было этого рисунка, я бы навряд ли ее купила и навряд ли бы на нее посмотрела. Но тут есть этот рисунок, поэтому эта толстовочка у меня, она еще сидит на мне свободно, а я просто обожаю свободные вещи. Устала уже говорить. Еще я купила вот такие вот штаны. Опять же, здесь присутствует желтый цвет, куда же без этого он мне очень нравится. Вот, и они тоже на мне сидят очень свободно, и мне это тоже, опять же, нравится. Вот такие вот штаны. Привет! И последняя вещь, которую я купила, это вот такая вот толстовочка. Она обычная, но она мне тоже очень нравится, потому что она теплая, и у нее приятный цвет. Вот такая вот. И сзади она обычная. Как раз мне зимой ходить. И самая главная покупка, и неприятная, это, конечно же, вот это вот. ЕГЭ-математика. Что же мне предстоит? Помогите! Наконец-то пельмешки. Но знаете, без чего пельмешки и не пельмешки? Сейчас покажу. Вот, без чего. Самые вкусные пельмени только с ним. Это прям 100%. Вот это сейчас мне, конечно, будет вкусно. Ну что, попробуем пельмень. Ой. Как я люблю такие моменты. Просто класс! Мне кажется, я пельмени никому не оставлю. Я съела все пельмени. И хочу еще. Кстати, ребята, ко мне недавно приехала кнопочка от Ютуба. Можете поставить на паузу и прочитать, что здесь написано. И об этом я уже говорила в своем Инстаграме. И также показывала кнопочку в ТикТоке. Вот. Кто еще не подписан на мой Инстаграм, обязательно подписывайтесь. А также подписывайтесь на мой ТикТок. Ссылочку я оставлю в описании этого видео. Вот такая вот кнопочка. Всем привет! Вот она я. Это такое зерклице здесь. И вот тут написано «Привет, я Ксения!» И количество моих подписчиков. Кстати, этот значок, как вы можете заметить, выпуклый. И надпись тоже выпуклая. То есть, она не прям там, а прям тут. Я неправильно объяснила. Я так люблю объяснять, конечно, чтобы никто не понимал. Кстати, ее можно повесить на стену, но она у меня стоит на полочке. Вот такая вот тема по истории. И я не понимаю, о чем здесь написано. Точнее, я понимаю, но я рассказать это не смогу. Как быть? Я не знаю, как мне быть. У меня был прыщ на подбородке. И я думаю такая, ну не буду давить, потерплю. Не вытерпела, выдавила. Мы можем описать действия людей, их внешность, их настроение, общую атмосферу того, что происходит, погоду и так далее. Понятно? Да, я понимаю. Но если бы я умела это делать, я бы, конечно, описывала. Складывается ощущение, что ты читаешь текст. Так я сейчас ее читаю. I want to say that я очень устала. Это была очень важная информация, поэтому всем пока. Кстати, смотрите, у меня такие кудрявые волосы. Это все из-за колосков произошло. И такие кудрявые волосы мне вообще не идут. Но что поделать, что поделать. Хорошо, что у меня прямые волосы с рождения, они такие вот кудряшки, кудряшки. Вот. А то я бы была похожа на овцу, потому что с кудрявыми я похожа на овцу или на барана. Ну, конечно же, с прямыми я тоже похожа на овцу или на барана. Если что, это шутка-минутка. Шутка-минутка. И сейчас такие, какая это шутка, серьезно? Это шутка-минутка. У меня такие шутки, классные шутки. Для меня классные, а другим они непонятные. Я люблю свои шутки. На улице очень холодно, это я поняла, находясь в терраске. Вот еще здесь кот. Кот. А еще здесь кот. А еще здесь домик от кота, в котором кот не спит совсем. Хотя должен. Но он спит на полу, конечно. Пап, я симпатичная? Ну, да. Ну, такая, да себе? Не на обложку журнала. Ну, я думаю, такая средняя. Ты вообще... Такая симпатичная? А я думала, ты скажешь, на камеру хотя бы как раз... Я обиделась. Я обиделась на всю жизнь. У меня депрессия. И поэтому я сижу в ванне. Просто сижу в ванне. Или лежу. Я не знаю. Мам, я красивая? Красивая. Правда? Правда. Честно? Даже не шучу. Ну, а ты просто увидела камеру, и поэтому так говоришь. Ты же у меня самая лучшая, самая симпатичная, самая красивая. Друзья, сейчас уберу камеру, будет по-другому. Я тебе нравлюсь? Очень. Врет. Врет, как дышит. Па, мама сказала, что я красивая. Молодец. А ты сказала, что я некрасивая. Он даже не отрицает. Ты погляди на него. Народные торговли. Где-то у нас никто не будет покупать нефть. Получается, что наша экономика будет страдать. Я вышла на улицу. Экономика у меня до сих пор не сделана. Вебинары до сих пор не просмотрены. Но я решила просто выйти немножечко и пройтись. Тут классная дорога для моих белых кроссовок. И у нас тут на улице площадку построили какую-то. А я вообще не в курсе, как так, как так. И иду сейчас смотреть ее. В ту темноту. Я попала на салюты кому-то. Все, больше ты ничего не делала, баб. Ты свети, пожалуйста, прямо на меня, как я сейчас буду. Вот так. Видишь, чтобы они вот так вот находились? Фонарики. Все, держи так. Я сейчас попробую. Вы держите. Не дай бог кто-то что-то не так сделает. Я сейчас посмотрю, как она катается. Я сейчас делаю дозе по-английскому. Ну, конечно же, со своим другом лучшим, переводчиком. Смотрите, сколько уже времени. 22.50. Пока я вам снимала, как я делаю английский язык, мама выпила чай без меня. И теперь я пью одна. У нас 2 часа ночи. А у меня опять сбился режим. Я вообще не хочу спать. Но придется как-нибудь засыпать. В общем, я страдаю. По-настоящему страдаю. Поэтому всем пока. Меня разбудил пульсик. Я только недавно заснула. У нас 4 часа утра. А Пупс захотел кушать. Хочу сказать, что у мамочек очень сложная жизнь.